итак друзья всем привет кто не помнит обязательно посмотрите вот тут вот серию как я монтировал этот автодом и ставил на него солнечной панели прошел уже год там плюс-минус но год прошел эксплуатации люди проехали черноморское побережье побережье крыма стояли не меньше месяца в одном месте и почти такое же время в другом месте плат про эксплуатировали систему всю их устраивает панели себя зарекомендовали оборудование работает нормально контроллер заряжает аккумуляторы работает прошлый раз напомню вам вот эту проходку я не делал это делал владелец сам уже вот так он это сделал все отлично герметик здесь не силиконовый а каучуковый тот же самый которым я приклеивал раму солнечных панелей давайте сейчас поговорим о раме прошлом видео были комментарии о том что так крепить в брусок который вот здесь идет ну не совсем правильно человек так точно и не пояснил что именно он имел ввиду что это немножко неправильно но вот это крепление в брусок сюда на стандартных рейлингах около пяти тысяч километров проехали по побережьям скорость движения этого автодома была и 110 и 120 километров и вот такой вот вид крепление в двух точках здесь подпорная . там и две точки крепления на той стороне отлично себя показала собственно говоря почему я здесь первое человек доволен на сто сорок шесть процентов но как всегда обидит приходит во время еды и у людей появилось желание здесь поставить кондиционер ну как всегда есть но напомню 300 ватт солнечных панелей 100 амперный аккумулятор предположительно 600 ватт потребления кондера то есть приход энергии даже в обед будет меньше чем может потреблять как раз таки в момент охлаждения кондер 600 против 300 ватт соответственно для того чтобы аккумуляторы себя будет еще установлен один минимум 100 амперный аккумулятор чтобы они себя сумме нормально чувствовали при этом в обед могли нормально давать энергию для работы кондера в течение там часа двух необходимо еще установить сюда панели владельцу я об этом сказал и он сейчас рассматривает вариант либо заводить инверторный бензогенератор на момент охлаждения либо все-таки рассмотреть вариант установки еще минимум минимум 300 ватт но в идеале конечно поставить одну большую 450 ватт ную панель на переднюю часть этого автодома расширение системы подразумевает замену вот этого контроллера который на 40 ампер всего лишь нужно поставить минимум на 60 в 12 вольтовой системе это будет по моему там 700 720 ватт что в общем-то нормально обслужит систему если еще добавим 450 ватт ную панель так для памяти значит говорю здесь 100 ваттная панель стоит их три штуки здесь максимальный ток 552 ампера рабочий вот на эту часть переднюю она под небольшим наклоном но я думаю если применять стандартные рейлинги то получится отлично закрепить здесь солнечную панель расстояние для памяти здесь 210 возможная безопасная ширина где можно разместить панели метр двадцать вопрос к моим зрителям выслушаю ваше мнение если оно будет полезно для меня то обязательно применю вопрос следующий есть три панели по 100 ватт сюда вложить три панели по 100 ватт экономически в текущих реалиях стоимости до 400 ваттной панели либо там 450 ватт или 3 по 150 ну в общем экономически выгоднее купить одну панель но рабочий ток и мппт контроллер как не покупая второй контроллер все это грамотно подсоединить на один контроллер но соответственно с разными токовыми характеристиками двух этих болей подскажите внимательно послушаю почитаю и что-нибудь мы придумаем как выйти из этого положения но хотелось бы не покупать второй контроллер так что вот друзья здесь прям работает правило применяйте альтернативу там где-то можно нужно и выгодно делать здесь это очень очень оправданно люди за все эти два месяца стоянки на морях ни разу не заводили генератор какие здесь потребители сколько они потребляют в 12 вольтовой системы вы можете посмотреть в первой части этого видео ссылочка здесь она же в описании там я показывал какую мощность я давал для того чтобы немножечко просадить аккумулятор и раскачать солнечные панели у меня это тогда не получилось вот но там в том видео полностью весь спектр потребителей которые здесь применяются будем разрабатывать этот проект дальше человек примет решение ставить панель или не ставить ставить кондер или не ставить если будет продолжение этой части то вы его обязательно увидите самый главный вопрос который меня мучил весь этот год как будет себя чувствовать рейлинги их крепеж этих солнечных панелей на больших скоростях в общем все отлично кому будет полезно такой вид креплений применяйте он себя зарекомендовал на этом все друзья всем пока и до новых встреч